Юля Хурите показывает двор. И Хурита счастлива. Как будто ее ребенок вообще. Привет, мои любимые. Вы все ждете, куда мы переезжаем и так далее. А у нас получилось полное кидало. Перевозчик должен был приехать в час дня. Он нам позвонил пол первого и сказал, что он в три часа только выезжает из Москвы. И до Великого Новгорода будет ехать еще плюс пять или шесть часов часов. Это значит, что если мы выйдем отсюда в семь вечера, то мы будем на месте, где нашли жилье. Часов в двенадцать ночи. Ну и я, естественно, звоню этому, как его, квартиру, домос... Этому частнику, или как оно там называется, собственнику. И говорю, так и так, мы приедем в двенадцать. Ничего, нормально. Можете, типа, как там, подъехать. Он там, сказал, живет где-то за час. Ну, позвоните, он подъедет. У него машина. И я говорю, мы в двенадцать приедем ночи. Вот, нормально будет. Он говорит, как вы приедете? Тут темнота. Как вы будете вселяться? Я говорю, не поняла. В смысле темнота? Он говорит, ну, нету света в доме, старая проводка. А я говорю, вы же нам в видео общении показывали, что там есть свет, все в порядке и так далее. Хоть дом, в принципе, и требует ремонта. Он говорит, не-не-не-не-не, тут нету проводка старая. Там что-то, если хотите без света, ну, вселяйтесь. На ощупь будете тут ходить, можете свечку зажечь и так далее. Вот. И потом такое... Короче, сначала, когда мы с ним общались, он говорил, дом там такое-то, такое-то, там тра-та-та, все прекрасно. И стиральная машинка, и... Это каково? И душ, и все в доме, и тра-та-та, и тра-та-та. А когда сейчас... И холодильник, а когда сейчас говорили с ним, он сказал, туалет на улице. Ну, ладно, это фигня. И печь есть, и электроплита, и что-то там он еще говорил. Спасибо. Вот. А когда сейчас с ним говорили, он говорит, «Нет, тут крыша течет, и что-то там электропроводка старая, и надо через счетчик засовывать удлинитель, и потом так можно включать. И розеток, короче, нет, надо ставить розетку, надо вызывать электрика, и тра-та-та-та-та-та». Вот. А потом так раз, так ни с того ни с сего, ну, в общении, говорит, «А как вы будете платить? А потом за первый и за последний месяц?» Я говорю, ну, написано же в объявлении, вот, платим за месяц, и типа въезжаем, живем. А откуда у вас взялось? Еще и за последний месяц. Он говорит, «Так это, так я просто так интересуюсь, просто так». Вот. Потом говорит, «Короче, мы так поняли, что мы там будем жить реально на стройке». Он приглашает туда восточных мужчин, и они будут там что-то делать, кровлю дома, крышу, еще что-то, тра-та-та-та. Там ничего не подготовлено к жилью. Он, все, что там в объявлении, это оказалось вообще неправда. Вот. Я говорю, так что, получается, что мы там будем жить со строителями? Он говорит, «Да недолго, они вот это вот все сделают, а сейчас зима, представляете?» Они закончат, вот. Ну, а потом, естественно, плата будет уже другая, а не такая, как сейчас написано в объявлении. Я буду постоянно там ее, это самое, повышать, прибавлять и так далее. И мы такие, а мы реально, смотрите, мы собрали все вещи, все-все-все, копались целый день, реально устали. У Юльки спина болит. Я тоже какая-то простывшая, хромая и не знаю чего. И мы, правда, с 7 утра копались, все вещи перебрали, все собрали, все картины, все-все-все-все-все вынесли туда, в коридор. У нас сейчас в коридоре вообще, как это, на вокзале. И получается, что полная педала. Все у нас вот в таком виде, все наши вещи, постельное, белье, зимние. Смотрите, какой коридорчик. Там инструменты. В общем, даже картины. Короче, все, собрали все, что было. Хура, нет, заходи, солнышко, заходи. Что, мальчик, а не нервничало, заходи, солнышко. Все, и решили даже этот брать. Так что, даже сапоги Юлька себе приготовила. И рюкзачок, и компьютер, и рюкзачок, и сумочки, и все-все-все. У нас получилось вещей, как на 5 силий. Реально, на отдельную газель. И я представляю, если там дом какой-то, там жилой Неста, вот так вот сколько-то там, 19 метров, или сколько-то. Так мы все вещи эти наши поставим, и все. А где там вообще быть мне, и Юльке, где писать картины, и Хурите, где находиться. Короче, и двор показал видео, потом прислал. А там, короче, так выходишь из дома прям, и так, хризюка, и лужи какие-то, и все вот так, полная, это самое, какая-то помойка. Ладно. В общем, обломалась поездка, и простите, что там кто-то ждал, что и как, и куда. Ищем что-то другое. Ищем. Продолжение следует...